И Лита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Допустим, у вас есть лич, и вы купили то, что полагается курьера купили, варды купили, и в редких случаях личу покупает доминатор. Лич и доминатор. Вы можете спросить, что ты несешь, наркоман? Но не все так просто. В первую очередь, доминатор будет взаимодействовать с нашим вторым скиллом. Теперь смотрите, у нас есть тролль. У него одна единица брони за дальний бой, и плюс три, в итоге четыре за ближний. Но мы будем рассматривать дальний бой, единицы брони. Накладываем на него свой щиток. У него получается десять единиц брони. Все? А, вы можете спросить, да. А зачем доминатор, собственно говоря? Доминатор нам нужен, чтобы просто фармить, и был у нас лайфстил. Ладно, хватит шутить. Несмешные шутки. Для чего же нам нужен доминатор? Доминатор нужен, чтобы приручить огар-мага. Приручиваем. Идем обратно. И давайте мы быстренько вспомним, а какой же у него скилл? Вот у Лича есть броня, да? Щиток. Ну, щиток броня. Что же у огар-мага? То же самое. У меня доживил. Опять, давайте еще раз накладываем броню. В итоге получается десять брони. Накладывают в броню огар, и броня стыкуется. В итоге восемнадцать единиц брони. Я думаю, собрать за Лича доминатор, но это не такая уж и сложная задача. Зато у вашего майнкерри может быть плюс семнадцать брони. Это будет вообще непробиваемый юнит, вы понимаете, да? Это не шутки вам. Это очень страшная история. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok